Здравствуйте, уважаемые шашисты! Сегодня мы с вами рассмотрим третью и четвертую партии из матча, сыгранного между двумя гроссмейстерами, двумя чемпионами мира Марадуло Амрилаевым и Андреем Федотовым. В данном матче выпала следующая жеребьевка дебюта, летающая шашка. Белая шашка C3 летит на поле F4, черная шашка F6 летит на поле B4. Белые бьют, черные бьют на поле B4. Белые во второй партии напали, в первой партии Андрей Федотов играл белыми и он предпочел разменяться на поле G5. Получилась абсолютно симметричная позиция. Обратите внимание, что нападение с поля H6 невозможно, потому что белые останутся с лишней шашкой. Побили, побили, побили и белые выигрывают шашку. В этой позиции Марадуло Амрилаев предпочел сразу же уйти на борт. Андрей Федотов ответил так же. Далее в партии последовало CD6, GH4, GF6, BC3, BA5, FE3, AB6, HG3. Позиция опять полностью стала симметричной. То есть видите, шашки стоят и белых, и черных одинаково. Ну и в этой позиции есть два хода. Ход BC5 и ход BA7. Андрей Марадуло Амрилаев, играющий черными, предпочел в этой позиции сыграть BA7. Андрей Федотов так же повторяет. И ход черных и ходит GH2. Далее последовало BC5. Ну ход DC5 невозможен из-за простенькой комбинации. Отдали одну, вторую и прошли в дамки. Легко выигранная позиция. Поэтому приходится играть BC5. И Андрей Федотов здесь применил хороший план. Он разменялся на поле B4 и связал фланг черных. То есть последовало AB6, AB2, BA5, BC3. Вот таким необычным способом белые обезвредили правый фланг черных. Поэтому им приходится играть левым флангом. Далее последовало FE5, HG5. Ну и у Марадуло Амрилаева здесь еще была равная игра после хода DC7. Но он, видимо, не знал этот план и сыграл ED4. То есть пожертвовал шашку и обе стороны прорываются в дамки. Но черные остаются без шашки. Давайте рассмотрим план, связанный с ходом DC7. Дающий, я считаю, что черным равную игру. Далее могло последовать GF4. Поменялись. Ну, белые грызят ходом FE5 подорвать пункт D6 черных и пройти в дамки. Поэтому черным необходимо играть CB6. Далее все форсировано. Ни белые, ни черные не могут отвернуть от этого варианта. EF2, HG7, FG3, GF6, GH4, FE5. Белые играют GF6. Ну, назад черным нельзя бить из-за простого удара. EF4 и белые проходят в дамки. То есть приходится бить только вперед. Теперь уже в свою очередь белым нельзя бить назад, потому что черные останутся после всех разменов с лишней шашкой. То есть в эту сторону бить нельзя, так как черные проходят в дамки и снимают 4 шашки белых. А если же белые бьют в эту сторону, то черные бьют назад. Ну и на любой ход белых, обратите внимание, у черных остается 5 шашек, а у белых лишь 4. Черные легко победят в этой позиции. То есть здесь приходится и черным бить вперед, и белым. Далее в этой позиции возможен следующий логичный вариант. EF4. Черные ставят дамку на G1. Ну, шашку все равно приходится убирать, так как черные ставят дамку. И здесь, обратите внимание, ход D на F6 уже невозможен из-за простого D5. Ну и как бы белые не били, то есть... Черные, по-моему, побеждают тут даже. То есть сюда бить нельзя, потому что черные побьют сюда, и затем таким образом выигрывают. То есть позиция очень плохая будет. И в этой позиции лучше всего играть дамкой на поле G5 идти. Здесь уже черным надо быть осторожнее, и лучше всего пожертвовать шашку. Вот таким образом. И проводить вторую дамку. Ну, белым также лучше всего начать проводить свою вторую дамку. Ну и после нападения с поля H2 пожертвовать шашку. Ну и вести шашку B6 в дамке. Ну и здесь обратите внимание, что черные никак не могут помешать белым провести шашку B6 в дамке. Поэтому им лучше всего разменять шашку B6. И партия закончится ничьей. То есть в этой позиции, в принципе, ход DC7 давал черным равноправную игру. Но Марадулова, Амрилаев, видимо, не знал этого варианта, и решил пожертвовать шашку. Далее последовало. Белые ставят дамку, черные идут в дамки. Здесь был неплохой план за белых, связанный вот с таким двойным разменом. То есть белые затем сыграли бы GF4, перевели дамку B8 на поле G1 и сыграли DE3. Построили бы двойную петлю, грозили бы поймать дамку черных и могли владеть преимуществом как минимум. Ну, а как максимум, возможно, даже могли бы тут и выиграть. Но, тем не менее, Андрей Федотов здесь сыграл GF4. Марадулова, Амрилаев поставил дамку, и Андрей Федотов переводит дамку B8 на поле H2. Чёрные просто бегают вперёд-назад по большой дороге. Ну, здесь уже тоже становится понятно, что белые будут ловить дамку чёрных. То есть на такой ход уже возможна поимка дамки чёрных. Надо что-то придумывать. И Марадулова, Амрилаев играет ЕД-6. То есть уже ход ЕД-4 невозможен из-за того, что дамка белых попадёт в петлю. Поэтому Андрей Федотов переводит шашку H2 на поле F4. А Марадулова, Амрилаев переводит шашку C5 на поле C3. То есть что сделали чёрные? Белые построили петлю, чтобы поймать дамку чёрных. А чёрные, в свою очередь, закрыли свою дамку в темницу с помощью чёрных шашек A3 и C3. И не дают белым поймать свою дамку. Далее последовало GH2. И Марадулова, Амрилаев тут смог отыграть одну из шашек. Потом последовало GF6, Dc5, Fe5. Оба соперника находились в жутком цейтноте. Не более нескольких секунд, оставаясь на всю партию. Ну, с добавлением времени. Тем не менее, надо было играть очень быстро. Наверное, чёрным лучше всего было вести свою шашку в дамки. Но, тем не менее, Марадулова, Амрилаев здесь ошибся. Сыграл GF2. И у Андрея Федотова была победа. То есть можно было напасть на дамку и шашку. И после того, как чёрные отошли бы, белые бы побили на поле А7. Затем сыграли ED6. Пожертвовали шашку F6. Провели вторую дамку. Сняли бы вот эту шашку, выиграли бы. И легко выигрывали в этой позиции. Андрей Федотов не заметил, видимо, этого варианта. Напомню ещё раз. Оба соперника находились в цейтноте. И напал на дамку с поля G3. Марадулова, Амрилаев ушёл на поле E1. Андрей Федотов ушёл на поле F4. Чёрные пошли на поле А5. Белые на поле H2. Здесь Марадулова, Амрилаев решил разменять опасную шашку E5. Ну, чтобы она не прошла в дамки. Ну и после нескольких ходов партия завершилась ничей. Белые меняются. Ну и позиция, в принципе, ничейная. Белые не могут провести свою шашку. Ну, допустим, просто напали, закрылись. Ну и отошли. И позиция абсолютно равная. Поэтому оба соперника в этой позиции согласились на ничью. В принципе, партия получилась интересной. Андрей Федотов сначала до конца контролировал ход партии. Имел большое преимущество. Мог даже победить. Но, тем не менее, вот за счёт как раз цитнота ему не удалось этого сделать. Марадулова, Амрилаев сумел защититься. Во второй партии после размена Марадулова, Амрилаев, играющий белыми, решил логично напасть на шашку чёрных. Б4 с поля А3. В принципе, логичный ход. Чёрные в этой позиции предпочли разменяться вот таким образом. В принципе, возможен был двойной размен. Он встретился на командном чемпионате мира между двумя сильными игроками между Николаем Стручковым и гроссмейстером Николаем Стручковым и мастером из Украины Денисом Шкатулой. То есть, оба соперника, когда играли белыми, владели большим преимуществом. То есть, вот такой размен двойной за чёрных я всё-таки не рекомендую. Лучше побить, так как это сделал Андрей Федотов во второй партии матча с Марадуловым Рилаевым. То есть, он побил сразу же на Б4, не меняя вот эти две шашки. Далее в партии последовало АБ2, БА5. Ну, БА3 нападать бесполезно, потому что чёрные временно пожертвуют шашку, затем её отыграют, а фланг белых остаётся ослабленным. Поэтому Марадулов Рилаев в этой позиции сыграл ЖЖ4. Далее последовало БА3, БЦ3, АБ6. Опять возникла гамбитная позиция, но с преимуществом белых. Но ФЖ3 играть бесполезно, так как у чёрных есть выжидательный ход. БЦ7. То есть, ну, проще всего разменяться, да. Что я сделал Марадулом Рилаев. Здесь у чёрных, обратите внимание, на большой дороге у белых одна шашка, у чёрных две. То есть, шашка Х8 может застрять, надо нападать на шашку белых с поля Х6, чтобы развить свою шашку на поле Х8. АЖ7, АЖ3, ЖФ6, ДЕ3. Здесь Андрей Федотов сыграл БЦ7. Ну и у Марадулова Рилаева был отличный план, связанный с ходом ЖФ4. Он мог получить в этой позиции огромное преимущество. Тем не менее, он в этой позиции пошёл ЕД2. Ну, давайте рассмотрим план, связанный с ходом ЖФ4. Что хотят белые? Если чёрные сыграют БЦ5, но они рано или поздно всё равно так пойдут, то белые разменяются назад вот таким образом и получат запасные темпы в этой позиции. То есть, в этой позиции сейчас и у белых, и у чёрных одинаковое количество темпов. А если белые произведут вот такой размен, то есть, смотрите, у чёрных была шашка на поле С5, это получается 4 темпа. А у белых было 2 шашки на поле Е3 и на Ф4, это 7 темпов. То есть, первая горизонталь, вторая, третья, это 3 темпа. А вот первая, вторая, третья, четвёртая на Ф4 это 4 темпа. И чёрные вот таким разменом перемещают свою шашку с четвёртой горизонтали на вторую и избавляются от шашки, которая находилась на третьей горизонтали. То есть, чёрные потеряли 4 темпа, а белые, получается, у них было 7, а стало только 2. 5 темпов. Ну и плюс очередь хода стала чёрных. То есть, по сути, белые отыграли 2 темпа и получили темповое, передали темповое преимущество чёрным. То есть, в гамбитных позициях вот таких, такого типа, важно иметь запасные темпы. Что и белые хотят сделать вот подобным разменом. То есть, ну, если чёрные, допустим, играют СД6, не дают вот этого размена, то у белых есть хороший ход GH2. GF2, то есть, уже после BC5, такой размен не получится назад. А если чёрные сыграют GH2, ну и GH6 тоже самое нельзя. То есть, не получится размен. Ну и вот после этого хода уже всё равно чёрные сыграют BC5 и белые разменяются назад. И в этой позиции очень большое преимущество у чёрных. Они всё-таки ещё могут сделать ничью. Ну, давайте посмотрим, как могла развиваться партия. Чёрным надо играть DC5. Чуть ли не единственный ход. Далее белые играют GH6. Ну, ход HG3 невозможен из-за простого CD4. Ну, и такой вот стандартный удар будет. Естественно, что гроссмейстеры на такие удары не попадаются. GH6. Далее чёрным надо играть CB4. Чуть ли не единственный ход. HG3. ED6. EF2. FE5. Опять чуть ли не единственный ход. То есть, чёрным надо играть именно таким образом. Только такой порядок ходов. должен быть. FE3. И чёрные играют DC5. Ну, и в этой позиции возможны два варианта игры. То есть, возможен ход GF4 и возможен ход HG5. После HG5 чёрные проводят очень красивую масштабную комбинацию. Они жертвуют шашку. Вторую. И играют CD4. У белых есть три варианта взятия. Один из них даже проигрывает, но выигрыша нет. То есть, на C5 шашкой А3 нельзя бить, так как чёрные бьют пять шашек белых и легко побеждают. То есть, согласно правилам игры в русские шашки одна шашка может перескакивать через одно и то же поле. Но через одну и ту же шашку во время взятия нельзя перескакивать. Ну, в данном случае через поле можно перескакивать. То есть, а если, допустим, ну, если побьют сюда, то чёрные пройдут дамки, там тоже позиция будет ничейной. А если белые побьют в эту сторону, то чёрные играют F7 ED6 и снимают пять шашек белых. И легко делают ничью. Вот такая красивая комбинация могла возникнуть после хода HG5. То есть, в этой гамбитной позиции ну, ещё был возможен ход GF4. Побили, побили. Чёрные играют DE7 и после хода FG3 чёрные делают вот такой неожиданный размен CD4. Ну, в эту сторону бить бесполезно, так как чёрные пройдут в дамки и там легко сделают ничью. Ничего не получится. А если белые меняются таким образом, то ничья ещё за чёрных возможно. Надо играть EF6 и после GH4 играть именно DE5, так как ход DC5 проигрывает из-за хода EF4. Ну, возникает знакомая всем шашистам тоже гамбитная симметричная позиция. Как бы чёрные не играли, они проигрывают. То есть, FE7 невозможен из-за простого удара вот такого. Белые проходят дамки и легко выигрывают. А ход CB4 невозможен из-за того, что белые отойдут. надо куда-то ходить, жертвовать. Теперь уже у белых проблема, куда ходить. Ну, они также нападают на шашки чёрных, жертвуют её и легко выигрывают. Поменялись. Белые идут в гамки. Ну, после хода EF4 белые отдают одну шашку забирают две и легко побеждают. То есть в этой позиции надо играть именно DE5. DC5 проигрывает. DE5. Далее белые меняются и чёрным опять надо играть FE7. FE3 ED6 EF4 и опять единственный ход DC5. Ну, здесь уже ничья становится очевидной. Белые жертвуют шашку и обе стороны проходят дамки. Партия заканчивается ничей. Ход FG5 также был невозможен. Белые отдают одну шашку вторую, ставят дамку и легко выигрывают. То есть вот такая ничья была возможна в том варианте с разменом белыми назад. То есть в этой позиции конечно же надо было играть за белых GF4 Марадулу Амрилаеву. Но он пошёл ED2. Далее последовало BC5 GF6 GF6 CD6 и GF4. В этой позиции в принципе у чёрных есть три варианта но только один из них ведёт к победе. Ну есть ход DC7 есть размен G5 и есть комбинация. Ну давайте рассмотрим сперва комбинацию. Комбинация к победе не ведёт AB4 AB2 CD4 Чёрные построили подударную цепь и наносят удар с поля E7. Тем не менее в этой позиции у белых есть ничья. Довольно-таки простая. С AB6 надо занимать верхний двойник чёрным. Белые пытаются пройти в данке. Чёрные не дают этого сделать. Белые идут AB6 ну и после вынужденного хода D7 белые играют GF2 EF6 жертвуют две шашки ставят дамку и видите получается чёрные шашки отрезаны по верхнему двойнику от дамок ну и чёрным отсюда их не выкурить. То есть партия заканчивается ничьей. То есть в этой позиции друзья мы рассмотрели что комбинация ведёт к ничьей. Тем не менее у чёрных был выигрыш связанный вот с таким разменом. Опять видите две шашки чёрных связали три шашки белых. И как ни странно у белых ничьей не находится. Ну то есть есть два плана игры с ходом GH2 связанный и с ходом CD4. если белые играют CD4 то белые чёрные размениваются вот таким образом и легко выигрывают. Ну допустим CD2 AB6 BC3 BA5 именно. Ну и рано или поздно белые играют CD4 и чёрные так сказать проходят дамки допустим DC5 BC3 побили и ход GF2 невозможен из-за банального BC3. То есть в этой позиции ход CD4 ведёт к поражению. GH2 также проигрывает потому что чёрная игра GH4 нападать уже надо теперь чёрные размениваются назад уже вот таким образом и опять-таки побеждают. Ну допустим ED4 EF6 нападения нету FG5 из-за простого D5 чёрные побудут дамки белые вроде бы ставят дамку но она тут же ловится. То есть а как играть остаётся? Остаётся играть в этой позиции либо DE3 либо DC3 либо DE3. Ну если DE3 то можно сыграть ну допустим EF6 FG5 ну и после DE5 можно сыграть DC5 допустим то есть и на такой размер уже побить в эту сторону и легко пройти в дамку и выиграть эту позицию а если в этой позиции белые играют DC3 то тогда уже чёрные могут в принципе напасть на шашку белых ходом FG5 ну надо шашку жертвовать пытаться пройти белыми дамки тогда чёрные проходят дамки выигрывают шашку C3 ну и затем переведут шашку дамку на поле F4 шашку C7 на поле C5 ну и построятся вот таким образом всё равно либо проведут вторую дамку ну и N-SP легко выигранный либо загонят дамку белых в эту петлю на поле G3 тоже выиграют то есть в этой позиции мы друзья разобрали после размена FG5 у чёрных был выигрыш Андрей Федотов здесь сыграл DC7 далее последовало GH2 CB6 HG3 CB4 здесь у Марадулова Мрилаева была ещё ничья но он ошибся он пошёл здесь CD4 и чёрные проводят красивую двухэтапную комбинацию и выигрывают BC3 надо бить назад FG7 и DC5 чёрные бьют на поле E1 Марадулова Мрилаев здесь сыграл E4 и чёрные провели вторую комбинацию BC5 Fe5 и E2 и вот таким красивым ударом чёрные обрезают две шашки белых от похода в дамки и легко побеждают именно так победил в четвёртой партии Андрей Федотов в этой позиции покажу ничью всё-таки она была CD4 проигрывает да но после хода FG5 ничья ещё была чёрные играют BC5 ну и здесь даже две ничьи есть то есть одна связанная с ходом CD4 вторая связана с ходом GF4 ну после хода GF4 данная позиция встречалась довольно-таки часто она впервые встретилась по-моему в партии между гроссмейстером Валентином Абаулиным и кандидатом мастера Пылаевым и Пылаев играющий чёрными эту позицию как раз-таки выиграл ну кажется что у чёрных плохо то есть ход FE5 невозможен из-за простого GF6 назад бить нельзя из-за Е4 ну и белые проходят дамки легко побеждают в этой позиции а если чёрные бьют вперёд то белые размениваются вот таким образом ну и легко побеждают здесь можете сами как говорится убедиться то есть если чёрные играют FG7 или FE7 белые размениваются ну и приходится жертвовать шашку затем белые нападают так прошу прощения после FE7 белым лучше всего пойти FG3 далее EF6 GH4 ну и как бы чёрные не играли у белых выиграны то есть если так то так если меняется назад то EF4 FG5 ну и белые проходят дамки а чёрные нет то есть белые легко должны победить то есть друзья кажется что в этой позиции у белых преимущество то есть ход FE5 проигрывает за чёрных но тем не менее это не так у чёрных есть красивая жертва они играют АБ2 ну пить назад нельзя из-за вот этого стандартного ударчика и чёрные легко должны победить то есть а как играть приходится бить вперёд чёрные нападают и обратите внимание что после того как белая игра та же 7 чёрные бьют назад и вот такой удар не проходит то есть чёрные бьют на поле C1 а белым приходится бить и чёрные бьют не в эту сторону а в эту и легко выигрывают поэтому в этой позиции после того как чёрные отдали белые возвратили шашку белым приходится играть CD4 далее чёрные играют GF6 и вот после такого размена у белых всё-таки находится ничья очень тяжёлая если вы конечно её не знаете вы её никогда за доской не найдёте то есть белым надо играть ED4 чёрная игра CD6 грозят отдать одну шашку выиграть 3 и у белых единственный ход дающий ничью надо играть AG7 теперь смотрите если чёрные бьют вперёд то белые идут в дамки ну надо отходить ну и в этой позиции если чёрные пойдут в дамки в принципе эта позиция будет ничейной то есть тут можно отжертвовать шашку ещё одну и пойти в дамки просто чёрные также идут дамки белые ставят дамку ну надо отходить чёрные нападают на шашки чёрных сзади ну и позиция заканчивается ничьей после такого варианта если же в этой позиции если же в этой позиции так чёрные побили вперёд белые пошли в дамки чёрные отходят и возвращают шашку и пытаются сами пройти в дамки то у белых позиция кажется страшной но тем не менее ничья есть они играют dc3 ну сюда ставить шашку дамку бессмысленно белые отдадут шашку отдадут вторую и пройдут дамки то есть это ничего не даёт а как играть приходится ставить дамку на поле a1 но после хода fe5 чёрные вынуждены играть ed6 белые бьют на поле c7 чёрные отдают вторую шашку ну и как бы чёрные не били ничья белым гарантирована в этой позиции белые жертвуют шашку если чёрные бьют назад то белые делают тоже неожиданный ход ну кажется уже проиграно хоть как играет d e3 теперь как играть чёрным белые грозят следующим ходом напасть на шашку чёрных а чёрные если отойдут то ходом e d4 прорваться в дамки и сделать ничью и сделать ничью как остаётся играть ну если чёрные играют ef6 то белые просто нападают на две шашки чёрных ну и как играть допустим bc3 побили ну и последний шанс на победу в цветноте hg7 ну и здесь тоже есть ничья за белых f5 сыграли и всё и ничья то есть такой ход уже не выигрывает белые успевают прорваться в дамки допустим поставили дамку ну и надо пойти не на f6 потому что чёрные пожертвуют дамку и выигрывают в этой позиции надо уйти на поле h6 ну и если чёрные жертвуют дамку то белые успевают прорваться в дамки и сделать ничью вот такая интересная ничья была за белых ну и есть ещё вторая ничья давайте её тоже рассмотрим вот в этой позиции можно было играть не gf4 а cd4 ну и далее возможно d5 побили побили белые пропускают чёрных дамки и сами проходят также в дамки ну как играть хочется провести чёрным вторую дамку но когда белые нападают на дамку чёрных ну допустим отошли на поле g1 и белые жертвуют шашку и хотят прорваться в дамки ход cb2 cd2 невозможен из-за простого d7 поэтому приходится играть дамкой на поле h2 и теперь обратите внимание h7 проигрывает потому что белые если поставят дамки чёрные также ставят дамку и после того как они разменяют дамку белых возникает стандартное окончание проводка шашки c1 выигранная ну в данном выигранная за чёрных то есть в этой позиции так играть нельзя h7 надо жертвовать шашку и вести вторую дамку ну далее как может развиваться игра cb2 ed8 поставили дамку также ну и пошли на поле a5 то есть белые не дают чёрным прорваться провести третью дамку третью шашку в дамке если они это сделают то они эту позицию выиграют далее возможно допустим пошли на поле e3 пошли на поле c7 то есть чёрные грозят отдать одну дамку и побить дамку и шашку чёрных поэтому чёрным надо отходить на поле g1 теперь белые опять уходят на поле a5 ну и обратите внимание как бы чёрные не играли у них выигрыша нет если на h2 то опять на поле c7 если на f2 ну просто напали мяча гарантированно если на g5 играют то с этой стороны напали в любки зашли то есть а как играть если пошли на поле f6 то пошли на поле e1 и чёрные вынуждены уйти дамкой с большой дороги тогда белые занимают большую дорогу и делают ничью в принципе обе ничьи и первая показанная и вот это вот обе сложные но ничья так скажем была достижима вот в той симметричной позиции друзья прошу оценить данное видео лайком очень много времени потратил на его запись в общей сложности часов 7 то есть смотрел партии микроматча между Марадулом Рилаевым и Андреем Федотовым затем разбирал их на компьютере сам искал в литературе какие-то интересные позиции дополнения то есть пожалуйста оцените мой труд до свидания буду продолжать записывать видео о вот этом матче между Марадулом Рилаевым и Андреем Федотовым